всем привет у нас уже время обеда и мы будем обедать арбузиком он кстати очень вкусный я думала что еще пока что не сезон и будет не очень но арбуз был очень вкусный я его хочу сейчас новость есть там и так-то почти нет косточек он еще что-то вычищает смешной так их нет потому что я вычищаю да конечно вот здесь нету так что они спрятались ну там мало совсем у меня здесь курица приготовилась сейчас тоже будем ей обедать и варится макароны решила сделать макароны в таком томатном соусе просто томатная паста и помидорки будем сейчас кушать к нам сегодня приедут гости настя и женя мы с настей очень давно знакомы еще с английской школы не знаю может быть лет 14-15 мы давно очень общаемся и у нас не такая знаете дружба на расстоянии потому что что я живу в разных странах и она также потому что после школы она уехала москву потом она был и жила в европе сейчас они переехали в америку мы тоже жили в таиланде и много где и последний раз мы увидели с ней как раз в таиланде примерно года три назад 18 марта 2015 года проверил офигеть и паша искал видео у нас даже на канале есть видео с ними еще давно когда мы прям давно давно снимали внутри года назад а реально почти три года назад но чуть больше да вот и мы поддерживаем на дружбу такой на расстоянии вот мне кажется это очень здорово придут они всего лишь на один денёк они путешествуют по каньонам здесь и сейчас едут с гранд каньона через лас-фегас и потом поедут в лос-анджелес ура ребята наконец-то приехали их вижу там далеке ваш как оба шумит как обычно решили заказать пиццу чисто по-мальчишески карте что там они взяли пахнет очень вкусно с курицей с курицей и сыром мы решили выйти на улицу будем сейчас кушать пиццу как вы поняли мы уже приехали в центр у ребят через несколько часов здесь будет шоу они пойдут на цирку селей мы решили с ними просто немножко погулять чтобы они сильно-то не блудили вон они едут на парковке ждем пашка регулировщик что за странные звуки мы уже в венеции это отель винишин здесь можно покататься на гондолах и гондолеры будут петь песни прикольно в лас-эгейсе все казино сделаны так что ты не смог найти выход из него мы как бы сюда зашли ладно мы знаем да куда идти и все такое но если бы ребята были без нас здесь точно заблудились потому что здесь очень редко висят указатели где выход какую сторону идти или они вообще очень непримечательном месте что ты даже не разглядел допустим ты только уйдешь идешь он просто на столбу как быть я показываю такой указатель все пышные на потолок у это смысл вот в общем очень сложно найти отсюда выход не так у всех казино не окон не дверей непонятно день или ночь хотя белачу конечно там есть окна вот мы кстати с белачу направляемся но сначала пойдем тут все эти ножки в ту сторону проводим ребят мы нашли выход свежий воздух так ребят это лас-вегас главная улица лас-вегас бульвар вот здесь тоже на улице озера и тоже гондолы плавают мы спадем в ту сторону сторону беладжо музей мадам туссо с восковыми футбургами и знаменитостей так кто здесь я только знаю сомдога это что это наверное леди гага 3 дегага наверное нет леди гага судок а вот это кто нет точно не том просто мне кажется это вообще непонятно кто так уж лайфхак для тех кто приезжает лас-вегас бесплатные парковки остались только в двух отелях это винишине раз который мы приехали и на другом конце стрипа это тропикана вот раньше года полтора назад вообще везде было все бесплатно а сейчас везде поставили слэкшбаумы и платные парковки слэкшбаумы и слэкшбаумы и слэкшбаумы вот и вот пироги также на стрип есть два бесплатных супер мега шоу в кавычках это вот напротив отеля мираж вот здесь будет сейчас вулкан извергаться поэтому здесь так много видите народу и конечно же фонтаны вузы беладжо вулкан только вечером 8 и 9 а а б б б б б б а фонтаны каждые 15 минут они там уродили каждые полчаса и потом после 8 каждый 15 минут идут до 12 для тех кто соберется попутешествовать в лас-вегас так ну мы встали прямо на центре сейчас тут будет все раздвигаться вот эти горы шоу началось там видите сверху пошел как бы пар как будто бы извержение вулкана ну просто горит и остановить да женя нашел правильный ракурс покажи покажи как надо ну просто лысина дожди огонь дожди огонь у него лысина горит у него лысина горит у чувака горит лысина ой че ты ой че это корветт вот ребят бесплатное шоу бесплатное шоу ой здесь огонь это я уже и не помню посмотрите на это все как зомби стоят с руками вверх и снимают на телефоны это так забавно шоу закончилось и сейчас эти люди пойдут и начнется дикая толпучка да 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 что все стояли не двигались мы спокойненько шли нам никто не мешал сейчас все пошли и тут начинается движуха все в огнях очень красиво редко мы здесь бываем потому что здесь очень много людей и жарщины много возле отеля линк какой-то кран стоит вот видите я сначала подумал что это аттракцион а здесь потом вижу снизу перекрыто значит что-то строят вот там и так не пройти еще тут какая-то стройка рядом с линком отель фламинго и напротив цезарь пэлос ооо какая собака грозная напротив цезарь пэлос здесь снимали мальчишник вегаси вот и за ним его кстати не видно все время так идешь думаешь иди Беладжио и вот за вот этим зданием вот кусочек Беладжио тручит дальше Космополитен, Ария мой вам совет если вы будете в Лас-Вегасе и понимаете хорошо английский обязательно сходите на шоу Обсент в Цезарь Пэлоси проходит вот в этом шатре офигенно мы были два раза просто нереально ржали и очень интересно и прям супер мега классно а идем мы в отель Беладжио вот ребят там шоу через 20 минут уже довели ребят до шоу и встали да возвращаемся обратно сели напротив цезаря здесь какой-то тайский храм очень богат видимо человек выкупил кусок земли и поставил храм ну вот маленький храм как бы когда они духом поднесения пристают на одну да и мы пришли напитаться тайской энергией вот так он выглядит да там индусы почему-то ходят кругом ну это тайская вот там написано вот прикол ребята достали чемодан и упаковываются они поражали они увидели что я их снимаю с этой камерой да уже вернулись домой надуваем надуной матрас и знаете какое самое интересное занятие в мире смотреть как надувается матрас конечно же обязательно надо проверить его на мягкость ребят ой как сейчас вообще вот так вот легко спать спокойно так вечерний концерт никто не отменял мне попали мне дверь открыл мне попали дверь открыл я не попали дверь открыл вечерний концерт от соседей кис Я уже, на самом деле, пугать плохо. Её тоже. Потому что это обычно, не знаю, они две минуты поорут, и потом успокоятся. Обузик кушаешь, чтобы ночью опсикаться. Всё, он себе в машину уехал. Стандартная схема. Лежим, ждём ребят. Скоро они уже должны прийти. На самом деле, уже нам охота лечь спать. И будем с вами прощаться. Всем хорошего дня и пока-пока. Пока-пока. Шоу началось, но пока оно разгонится, пройдёт минут пять, и потом там будет сверху огонь. Я даже не знаю. Я лосяну снимаю, это очень интересно. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok